чтобы его наверняка видеть издалека. Цена практически фикс прайса стоит где-то, блин, то ли 46, то ли 54 рубля. Рядышком стояли вот такие кружечки по 28 рублей. О нет! Нет! Господи! Пивасиком запахло. Мне кажется, я должна сделать признание. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. Сегодня у нас будут покупочки из магазина Светопор. Я уже давно туда не заходила, поэтому я накупила кучу всего интересного. Так как новый завоз, видимо, был. Ну и в Светофор я сходила совершенно другой. Как знаете, Светофор-магазин это такой, знаете, магазин-склад. Там все намного дешевле. Ну и сейчас я покажу, что я нашла и по какой цене. Давайте начнем с самой приколюшки. Мне просто понравилась в первую очередь эта цена. Цена практически фикс прайса стоит где-то, блин, то ли 46, то ли 54 рубля. Ну вот в районе 50 рублей, плюс-минус. Это вот такой красивый графинчик. Я его взяла для того, чтобы, например, налить сюда сироп, который я добавляю себе в кофе-латте. И будет красиво стоять. И прям, не знаю. Ну вот какие-то сиропы. Я подумала больше о сиропах, да, потому что они так некрасиво стоят, их неудобно наливать. А тут, например, будет. Ну, к примеру. А так можно использовать это, например, для настойки. Тут такая крышечка, которая очень хорошо закручивается плотненько. Вот. И он такой миниатюрненький весь. Написано «Штоф в ассортименте». Штоф. В общем, вот такое. И рядышком. Рядышком стояли вот такие кружечки по 28 рублей. Я очень люблю прозрачные кружки. И мне уже надоели мои кружки старые, которые, да. И я все беру такие новенькие. Мне кажется, тоже в латте. В них будет очень клево наливать, чай пить из них. Плюс, ну, не знаю. Они другой формы немного, чем мои стандартные. Тут бабочки выгравированы, выгравировированы вы. Ну, в общем, понимаете. Кружка для чая, 300 миллиграмм. И, в общем-то, она должна подходить под горячий чай. Хотя написано «Не использовать в посудомоечной машине, не использовать на открытом огне и в микроволновой печи». Это что-то странно. А кипяток наливать можно? Интересно. В общем, если кто-то такое покупал, то расскажите. А так цена 28 рублей меня привлекла. Далее несъедобного я купила вот... Вот такой вот жилет. Вообще, у меня есть спасательный круг. Там жилет специально, чтобы ребенок обучался плавать. Но почему-то я решила еще взять жилет. У меня он красного цвета, там такой круг. Но Денька уже вырастет с него скоро. Там до трех лет он, по-моему. Но я решила взять ему вот такой вот. Причем размер цветом, разные размеры были. И цвета голубой и оранжевый, по-моему. Я решила взять желтый, чтобы его наверняка видеть издалека. Ну и посмотреть, как он будет вот в таком жилетике купаться. Стоит такой жилетик всего лишь 84 рубля. Хотя, если идти в магазин, где продаются подобные вещи, а если вообще их брать непосредственно где-то на пляже, то будет такой стоить и 300, и все 500. Поэтому заранее идите в светофоры и берите. Теперь давайте пройдемся по еде из холодильника. Значит, первое, что я обратила внимание, это вот такой вот сыр рикотта. Стоит он 51,90. И вообще я люблю вот такой сыр. Тут написано, а, сыр мягкий рикотта. Что-то там итали... А, вот итальянский сыр для счастливой семьи. Я люблю подобный сыр делать в летние такие салаты. Ну и, конечно же, сыр, который я покупаю, например, в пятерочке, он стоит там, ну, около 200 рублей. А этот 50 рублей. И здесь его как раз на один раз, и отлично. А тот я использую на два, а бывает он даже и пропадает. И для меня очень важен вкус и что там вообще. Он бывает очень разный, бывает сильно соленый, бывает там суховатый, бывает какой-то прорезиненный, например, как фитаки, мне не нравится. Кристина взяла другого рода сыр. Вот, кстати, мне он не понравился. Видите, насколько все индивидуально. Поэтому я решила попробовать этот. Сыр реально очень вкусный. Но мне кажется, он не для того салата, о котором я говорю. Во-первых, он вообще не соленый, он молочный. Но он идеально прям, знаете... Ну, молочный вкус, я имею в виду, вообще не соленый. Такой вот, знаете, как сыр, который намазывать на хлеб. Куда же его? Где-то же я его... Знаете, где подобный сыр я пробовала? Это вот такие есть. В кафешках дают такое блюдо, капрезе итальянское. Там идет помидорчик, потом долька вот такого сыра, но только этот, ну, как-то неудобно дольками нарезать, да? Он как бы вот ложкой здесь естся. Долька сыра, потом еще какие-то специи посыпают и какое-то масло. Вот не помню, точно дома никогда не готовила, по-моему. Или однажды готовила, но я не помню, что клала туда. В общем, сыр вкусный, но не для того салата, который я люблю делать. Достойная вещь, рекомендую. Следующая соленая вещь, это идут вот такие грибочки, опята, культивируемые. Грибы маринованные, закусочные. Их брала Кристина и сказала, что они очень вкусные. Я думаю, дай попробую и с девочками поделюсь. Стоят они всего лишь 67,90. Масса нет, 550 грамм, а масса грибов 380 грамм. Ну, это, наверное, по массе грибов будем считать, да? Вот такие грибочки красивые там. Вот так вот они выглядят. Ну, давайте попробуем. Насколько же они вкусные? Ой, какой я сразу достала штуку. О, нет! Нет! О, господи! Нет, они не ужасные, как могло бы показаться, но они для меня слишком соленые, слишком приторные. Вот этот вот маринад, он очень такой прям очень... насыщенный. Я такое не люблю. Я люблю что-то нежненькое, не столько много соли и уксуса. Ну, мне кажется, пересолено прям очень много соли, поэтому я второй раз бы такое не взяла. Ну, и то, что еще в холодильнике хранится, сгущенка карамельная. Опа! Это я взяла, естественно, для своих латы. Сейчас мы попробуем, насколько это вкусно. Стоит 77,90. Вот, кстати, вот эту сгущенку карамельную тоже можно в графин, наверное. Слушайте, ну вкус нормальный. Для латы вообще то, что надо. Не, нормально, вкусно. Сгущенку брать можно. Ну, и теперь пойдем по другим приколюхам. Вообще в Светофоре очень много продается вкусняшек вот прям такими коробками. И мне кажется, многие из них, я видела, знаете, по отдельности продаются. То есть берешь коробку, бизнес, да, берешь коробку, разделяешь все, или делаешь какие-то десерты, и продаешь потом в 10 тысяч раз дороже. Ну, я решила взять вот такой десерт, это печеньки. Ой, ну, давай. Прикол их в том, что они вот такие тоненькие. Мне это понравилось, я вообще люблю какие-то тоненькие или маленькие десерты. Мне очень нравится. Вот такая печенька вообще классная. Я осталась попробовать ее вкусно. Название Галеты нежные сливочные. Кристина, когда прочитала, что это Галеты, говорит, ой, ну они твердые, наверное. И да, я одно время, когда садилась на один, там правильное питание, типа можно есть Галеты. Я попробовала Галеты прям натуральные, которые они есть. Они действительно невкусные для меня. И более того, они поцарапывали мне то, что они жесткие, такие поцарапали в ней все десно. Я после того поняла, что Галеты я никогда не ем. Но это Галеты немного другие, возможно, только название. Здесь, кстати, мука высшего сорта, первого сорта. Изделия хлебобулочные сухие на фруктозе. То есть это даже полезное получается, да, на фруктозе. И я вам скажу, что очень мягко. Ощущение сладости не сильное. То есть если кто не любит сильно сладкие десерты, то это вот замечательно, мне кажется. Очень мягкое, хрустящее, прям тает во рту. Ну, мне нравится. И еще классно то, что они такие тоненькие, что-нибудь на них намазывать. И вообще из них можно делать какие-то даже пироженки. В общем, буду фантазировать. Стоит такая радость 104 рубля 90 копеек. Всего лишь нам всего 100 рублей. Мне кажется, нормально. Масса нет, а 650 грамм. Далее я увидела, смотрите, какие печеньки. Вообще для Дэньки. Он любит у меня маленькие печеньки. А здесь не только маленькие печеньки, здесь циферки. Веселый алфавит называется. И цифры, и буквы. Английский, русский. Вообще, короче, целая пачка. И причем, что мне нравится, что они не сильно загоревшие, знаете, такие. Потому что для ребенка, например, я люблю более загоревшие десерты такие. Если я беру сухарики или печеньки, и они такие поджаренные, да, то я беру, мне нравится. Но для малыша я предпочитаю, чтобы не было там сильно загоревшего. Пусть будут светленькие такие. И вот здесь мне нравится. Потому что я всегда с этим борюсь и ищу. Есть только определенные. Но как я обрадовалась, когда я увидела вот это, то есть буду в тарелочку ему насыпать вот эти вот буковки, циферки. И мы будем вместе их брать и назвать. Я думаю, что ему эта игра сейдобная очень понравится. Давайте откроем, попробуем. Они такие маленькие вообще. Два. Он будет говорить два. Кушай два. Они вкусненькие. Они даже чуть-чуть капельку послаще, чем рыбки. Кстати, эти печеньки тоже на фруктозе стоят 104 рубля 90 копеек. По-моему, нормально. Еще я нашла запеченные мюсли. Я как-то пробовала у кого-то запеченные мюсли и думаю, блин, какие классные мюсли. Но я не знала, что они запеченные. И потом думаю, надо купить, надо повторить. И вот все, что я покупала, а покупала я не запеченные. Я просто не знала, что надо запеченные брать. И думаю, что-то не то, что-то не то. Вот, ну, что-то там сырое находится. То, что мне не нравится. А то, помню, было что-то сладенькое, что-то такое запеченное. Все как будто приготовленное было. И с молоком было очень вкусно. И когда я вдруг увидела, что там стоят мюсли, и написано запеченные мюсли, до того, как я прочитала, что они запеченные, я посмотрела на картинку вот здесь вот, да, здесь есть просвет. И посмотрела, что там. Я вижу, о, глянь, как похожи на вот те, которые я когда-то пробовала. То есть овсяные хлопья, они не сырые, а видно, что они какие-то как приготовленные, да. Как вот поджаренные. И я читаю запеченные мюсли. Думаю, так вот оно в чем дело-то. Они должны были быть запеченные. Без консервантов, без красителей, с бананом, цукатами, ананасом. Без пальмового масла. Короче, это вообще можно ребенку даже давать. И здесь представлено 4 вкуса. Но я выбрала вот этот. И самое главное, что стоят они всего лишь 45 рублей 90 копеек в светофоре. Вот. Ну, открывать, не открывать, я не знаю вам. Он пахнет вкусно. Ну вот. Чтобы вы понимали. В общем, запеченные мне больше нравятся, чем не запеченные. Далее я увидела недорогие всякие сухофрукты и конфетки. Я вообще люблю вечером попить чай или посмотреть что-то. И очень люблю что-то параллельно погрызть. Но так как у меня нет что-то параллельно погрызть, я все время ем. Ну, то есть нормальное пирожное съем там, да. Или бутерброд какой-нибудь. Ну, хочется просто что-нибудь погрызть такое, чтобы на ночь не сказывалось на тебе, но чтобы вот с чаем что-то было сладенькое, да. Что вот много чего я не съем. И я очень люблю, когда где-то в гостях или там в кафе где-то, да, наливают тебе чай. И такая вот, знаете, конфетная какая-то такая сухофруктная тарелка. И что-то я увидела, что прям в магазине светофора есть все для этой вот тарелочки. Думаю, да дай сделаю, пусть она стоит. Тарелочка, да. Что-то раз-раз пожевать самое то. Итак, первое, что я нашла, это килограмм чернослива 147,90. Чернослив мне понравился. Он прям такой вот, ну, классный хотя бы черносливый. Он такой черный, не особо видно, да, что там. Но в отличие от кураги, то есть курага там не идеальная была, да. Поэтому я ее не взяла. В отличие от кураги, мне понравился чернослив. Мне показалось, что он классный. Давайте мы его тоже откроем и попробуем. Вроде бы как один к одному. Ой. Он так пахнет. Пивасиком запахнет. Дата упаковки 29.04.2019. Срок хранения 12 месяцев. Ну, как бы он вкусный, мне нравится. Запах просто немного меня сначала шокировал. Ну, вроде нормальный. Такой запах, знаете, так забродило чуть-чуть. Может, это нормально. Кто знает, кто покупает всегда чернослив, скажите мне. В общем, сейчас я его выложу вот так. Красиво. Вообще на Алиэкспресс надо купить там одну такую прикольную тарелку. Она мне так нравится для вот этих всех дел. Потом расскажу, покажу, как куплю. Дальше мне понравилась вот такая вот рахат лукум. То, что там вот такие всякие цветные конфетки. Часто бывает тоже в пакете. Продаются, знаете, там орехи, чернослив. Вот такие вот конфетки всякие. Я подумала, тоже надо на тарелочку выложить. Самое интересное, что стоит это 48 рублей 90 копеек. Целая вот такая вот бадья. Здесь у нас конфетки с разным вкусом. Давайте попробуем парочку, например, из них. Так, пробуем зелененьки. Мне напоминает вообще вкус леденца. Давайте попробуем красную. Ну, какого леденца? Дюшес, может, груша? Сейчас проверим, кстати, там где-то написано должно быть. Не совсем понятно. Может быть, вишня, малина или клубника? Это я угадываю, да. Но на самом деле оно похоже чуть-чуть. И на то, и на то, и на то. Желтая. Мне кажется, я должна сделать признание. Сейчас я попробую последнюю оранжевую. Не, ну немного апельсинчика как будто есть. Ну, давайте проверим. Зеленое это яблоко. Ну, яблоко, груша рядом. Я угадала прям первая вишня. Да, я сначала подумала бы, я, наверное, вам не сказала. Я сначала подумала, что это вишня, потом думаю, ну, вряд ли. Наверное, малина и клубника чаще делают. И чтобы угадать наверняка, говорю, малина, клубника или вишня. Апельсинчик угадала. А желтая. Ой, это вообще банан. Апельсин, банан, вишни, яблоко. В общем-то, они примерно все похожи. Но это все вкусненько и будет стоять на моем столе к чаю. Ну и, соответственно, орешки. Как же без орешков на этом столе праздничном, на этой тарелке чайной. В общем, кешью я просто люблю. Они сладенькие. Сейчас мы их попробуем. И косточка. Косточка, абрикосная косточка. Вообще, я помню, что мы их очень любили, абрикосные косточки. Они доставались очень тяжело, потому что надо было найти не жердюл, а абрикосу. Именно там находилась сладкая косточка. А тут я их купила, понимаете, просто. 250 грамм, 250 грамм кешью. Мне кажется, что это отличное сочетание. Но еще это был единственный, по-моему, единственный орех, который там был. Если бы там был еще другой, я бы другой взяла еще. Кешью стоит 174 рубля. Миндаль стоит 171 рубль. Да, это на самом деле одни из самых дорогих покупок, которые я там взяла. Давайте пробовать. Ой, запах хороший. Кешью как кешью. О, да. Пошли воспоминания. Я так счастлива. Ну что, мои хорошие, это были все покупочки в магазине Светофор. Светофор составило все у меня 1210 рублей. Я считаю, что это, в принципе, недорого для всего этого, что я тут накупила интересного, порадовала себя. Ну и есть что поесть теперь. В принципе, я уж совсем поставила в прошлый раз крест на этом магазине. Но оказывается, что разные магазины, разные товары, как я понимаю. Поэтому и разное время, разные завозы. Потому что в прошлый раз, когда я ходила, всего этого не было. Ну не всего этого, но, например, графин, кружечки я не видела. Либо не обратила внимания, не знала, короче. В общем, кто ходит в Светофор и что-то вы крутое прям берете, потому что я помню, что там мне советовали, тоже пишите в комментариях, что стоит попробовать. Кстати, Кристина брала сосиски. Мы у нее там где-то в видео будем пробовать. Сосиски она брала ганноверские с сыром. Кстати, неплохие, неплохие, достойные сосиски. А к сосискам я очень привередливо отношусь. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Если вам что-то понравилось, идите в Светофор, найдите его в своем городе. Посмотрите, что там продают. Цены там намного ниже, чем в магазинах, потому что это такой магазин-склад. Ну и если понравилось мое видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. И обязательно увидимся в следующем видео. Пока-пока!